Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Что творится в голове у человека, о котором вы думаете? Потому что человек не выходит у вас из головы. Разговор с ним или ссора, или с ней. Я просмотрю здесь двух людей, и мы узнаем, что произошло, почему он так или иначе себя ведет с вами, или она. Итак, в какую же игру он с вами играет? Я сделаю два расклада на картах Ленормана, это будет с правой стороны, и на картах Таро 78 дверей будет с левой стороны. Конечно, вы можете выбрать себе колоду, это замечательно, что можно выбирать, да? Но я знаю точно, что раз я у высших сил спрашиваю, то какие-то важные слова могут быть в любом месте расклада, поэтому советую вам смотреть все видео. Итак, в какую же игру он с вами играет? Буквально тибетская чаша, да, этот колокол? Я очистила пространство. Итак, в какую же он игру с вами играет? Или она? На Ленорман и на Таро. Видно стол, и мы с вами можем тоже побеседовать по-человечески. И белый маг себя, светлый маг себя не должен скрывать. И поэтому у меня с самого начала моей работы на YouTube некоторые видео, где я могу с вами побеседовать, некоторые просто карты, чтобы вам было по-разному хорошо. Так что обязательно получите себе помощь, точно. Это будет очень правдивый расклад, потому что вы вышли сразу. И я чувствую каждого зрителя, кто пришел ко мне на огонек. Это вы. Сюда можно поместить своего двойника, так называемого. То есть ваш вопрос. Ваш вопрос. И представить себе, что вы зашли на карту, и это вот вы такая красавица. И сейчас для вас будет очень четкий и правильный ответ. Итак, в какую же игру он с вами, с этой госпожой, которая сейчас включила это видео, в ваше время актуально, конечно. В какую же он игру с вами играет? Я возьму две карты. Змея и развилка. Да. В игру-то точно играет. Потому что и змея, и развилка – это очень сложная составляющая карты. Это карты, которые многое могут выразить. И, конечно, у каждого из вас свои так называемые враги, то есть люди негативные в вашем пространстве, которые просто иначе поступать не умеют. Вот как вот они сформировались, так они и живут. Это может быть мужчина. Негативный мужчина, который все видит плохо. Это может быть человек, который вам дорог. Кстати, змея может быть даже мужская потенция. Да, это символ мужчины тоже, или символ мудрости змея. Но я разные варианты дам. Человек, который с вами играет в игру, он мудрый. Он может быть мужчиной, но не обязательно. Это может быть женщина с мужской энергетикой, так называемой. То есть женщина, которая все видит с точки зрения, может напасть на вас, в чем-то обвинить, в чем-то очернить, в чем-то показать свое превосходство. Это вполне возможно. И знаете, я выражу, конечно, все, что я увижу в карте, но не в моей власти все на свете знать, все знать. Я просто то, что вижу, то и говорю. Здесь змея идет от развилки, видите, змея от развилки. Это значит, что где-то на перекрестке дорог вполне возможно была сделана какая-то магия. На мужчину или даже на вас. Может быть, с мужчиной разошлись пути дорожки, потому что вот если это мужская энергетика, так он вот от этой развилки уходит, выходит. То есть он где-то захотел новой, другой жизни. Где-то он вас предал, где-то, может быть, вы с ним расстались. Или же у вас такие так называемые качели. То хорошо, то плохо и непонятно, куда все идет. В какую игру он с вами играет? В хитрую игру, поэтому раскладу в хитрую. И где-то в магическую даже этот человек. Это может быть не обязательно мужчина, а просто другой человек, который играет в хитрую магическую игру. Что такое магическую? Это человек, который испытывает на себе какой-то гнет собственный своей психики или же родовую карму. И этот человек заставляет вас делать под каким-то влиянием что-то. То есть влияет на вас, негативно влияет. Во всяком случае, пробует влиять, пробует инфлюенс, пробует сделать так, как этому человеку выгодно, наверное, по этому раскладу. Какую игру? В хитрую игру. Потому что змея – это хитрая игра. Вот ужалил и спрятался, ужалил и спрятался. Знаете, крикнул, обидел и ушел в себя. Обидел и ушел в себя. И вот эта стратегия выдает в нем человека, который сам с собой в разладе. У него много-много ментально-эмоциональных проблем есть. Мужчины часто, потому что они никогда не проговаривают свои проблемы. Они не умеют разговаривать. Это чем больше мужчина-мужчина, тем больше он не проговаривает свои никакие проблемы. И у него от отчаяния копится этот яд внутри. Потому что он архетипично, он просто не говорил никогда. Он не умеет это проговаривать. И поскольку он не проявляется в своем пространстве, не проявляется в своем внутреннем содержании, он его не обживает, свое внутреннее пространство. Он живет так называемым часто в динайл. То есть, ну как бы вне себя. Ему очень трудно соединиться даже с самим собой. Поэтому если он даже что-то и говорит, так это не обдуманно. Это просто от того, что он не может выразить мысль. Итак, в какую же игру он или она с вами играет? Ключ и луна. Эмоциональные качели, да? Потому что перемены карта. Ключ это именно какая-то ключевая игра. Ключ это часто вот если по развилке и по змее, это же магия. Это приворот на этом человеке и есть. Или что-то на вас плохое делается. Ключ это магическая карта. Она приобретает магическое значение в компании таких карт, как змея и развилка. Но еще у нас здесь луна. Луна-то может быть перемена. Это может быть и очень хорошая карта. Но в этой компании луна-развилка, луна-развилка, ключ и змея, я вижу, что это эмоциональные качели, которые он сам инсценирует что ли. Или она, если это женщина, сама инсценирует эти качели. Сама это все ролевые игры просчитала. Человек, который просчитал каждый свой ход и каждый ваш ответ. Это вполне возможно. И здесь еще башня. У кого-то это могут быть эмоции на работе. Вот такие эмоции, где ключевая личность. Это, кстати, может перефразироваться. Это может быть начальница или ключевая личность на работе. У кого-то так проиграется. Просто делает вашу жизнь на работе невозможной. Там такая ядовитая атмосфера по развилке и по закрытию дорог. В данном случае это как закрытие дорог идет, что часто вы не знаете вообще, как себя вести. Потому что что бы вы ни сделали, что бы вы ни сказали, все идет против вас. Человек имеет опыт негативного влияния. Человек имеет опыт выживать других из коллектива, если это касается работы. Потому что карта развилка вместе с башней. Это, конечно, конфликт на работе у некоторых. И игра здесь довольно серьезная. Игра на выживание из коллектива, если это касается работы. Если касается мужчины, как я сказала, он может быть под влиянием другой женщины. Он может быть под влиянием субстанций, таких как алкоголь и дурные привязки в интернете. Но ему нужно было увидеть это. Ему нужно это увидеть, но он не может. Ему нужно прожить опыт, возвратиться в реальность. Он полностью оторван от реальности, потому что этот человек, если это домашний ваш мужчина по змее, этот человек просто не отвечает за свои поступки в последнее время. И я посмотрю, как дальше будет. Играя с вами в игру. Вы знаете, по змее иногда и в сексуальную игру играет с вами. Как бы кто здесь главный, да? Это же все об этом, что будет дальше в этом случае. С ним нужно поговорить. Вообще любые отношения, если они не обговариваются, если пара перестала общаться, перестала выражать свои чувства, там, конечно, идет отчуждение. Здесь может быть с мужчиной отчуждение. Вы себя чувствуете одинокой. Но еще я скажу, что бывает так, что поговорить невозможно, потому что он закрывается, он не хочет говорить, ему лень. Вот по Луне, вот в этом случае, Луна-то часто лень, вот именно в таком случае. Вообще карты имеют универсальное значение, их миллион, все зависит от вопроса, да? И здесь я вижу, что мужчина может, избегает разговора, не потому что он боится поговорить, не хочет, он просто ему лень. Он чувствует, что эмоционально он не готов к этому. Вообще часто мужчины эмоционально не готовы к разговору с женщиной, потому что они эмоционально намного более слабые личности. И здесь, в какую игру он с вами играет? У некоторых проиграется в очень хитрую игру, планомеренно, но что сам за себя не отвечает. И я скажу, два вот таких варианта, самые такие сильные. А второй вариант, что он может играть в игру, когда ему просто лень, он не умеет эмоционально выразить свои чувства, и он избегает этого, потому что он знает, что он проиграет в этом разговоре. Какой вам намек? Когда в следующий раз с ним получится поговорить, а поговорить с ним точно получится, он выйдет на связь, если, например, вы еще вместе не живете. А если вы вместе живете, он тоже захочет поговорить, потому что он тоже понимает, что так дальше быть не может. Здесь совет вам такой, что давать ему больше пространства, чтобы он мог найти эти слова, высказаться. Ну, трудно мужчине давать пространство, потому что они не умеют, конечно. Ну вот, как бы сидите на своих руках. Есть такое выражение. Дайте ему больше пространства, пока он соберется с мыслями и скажет это. И не атакуйте его, потому что мы-то, девочки, быстрее соображаем, да. А дайте ему возможность высказаться, дайте ему возможность это все сформулировать. И перед тем, как отвечать, обдумывайте свои слова. Это дипломатия, это умение переговоров, это что касается с мужчиной. Если у вас на работе, и карта башня здесь охарактеризовала ситуацию на работе, здесь совершенно по другим меркам, по другим правилам будет играться, да. Здесь вот что нужно делать. Нельзя давать им высказаться, нельзя с ними идти на разговор с этими негативными людьми на работе. Просто нужно не замечать их, потому что люди на всю голову больные. Вот это вот можно сказать. И просто их не замечать, делать свои дела, это трудно. Но это вот такая, как говорят, духовная практика, которая может вам помочь. Итак, мы разобрали Ленорман очень детально и подробно. Сейчас я перехожу на Таро. Ленорман я немного отложу в сторону. Он послужил для нас. Продолжаем смотреть видео, друзья, потому что Таро может открыть новые какие-то грани. В какую игру он или она с вами играет. Загадайте своих людей. Если будете смотреть в разное время, по-разному все будете понимать, безусловно. Итак, в какую же игру этот человек с вами играет. Смерть и шестерка Пентаклей. Вот такие карты здесь вышли, мои дорогие. И, конечно, карты очень-очень мощные. Может быть, я их так поставлю, чтобы вам было виднее. И здесь, понимаете, вот такая вещь. Смерть говорит о том, что да он вообще ни на что уже не надеется. Он бросил, бросил всякую игру. Потому что смерть говорит о том, что он внутри умер, этот человек. Он внутри умер. И шестерка Пентаклей говорит, что жизнь ему подбрасывала сюрпризы. Кстати, хорошие тоже. Счастливые сюрпризы, как, например, встреча с вами и так далее. Которые он не оценил. Он понимает, что он сделал ошибки. Он чувствует, как будто ему нет прощения. Этот человек чувствует, как будто ему... Ну вот нет, ни Вселенная, ни вы больше не простите ему той глупости, которую он совершил. И поэтому этот человек может играть игру... Молчанка, кстати, по смерти может проходить. Игра в молчанку, да. И игра в такое положение... Что-то у меня не получается. В такое положение, когда... Старший Аркан все-таки смерть, да? Он хотел бы забыть какой-то разговор. Острый, может быть, натянутый разговор. Он хотел бы этот разговор оставить позади, забыть, не возвращаться туда. Мужчины часто, кстати, так делают. Они как дети. Спрятались, закрыли глаза, и нет ничего, да. Король чаш. И у нас здесь четверка меча. Да, вот смотри, четверка меча говорит, что он живет, как будто у него вот такой blind spot называется, да. Вот те фрагменты жизни, которые ему не видно, он их просто отрезает, их нет, не существует. С глаз до влой и сердца вон, да, он как ребенок себя ведет. Это способность очень маленьких детей. Если мать вышла из комнаты, ребенок думает, что это навсегда, и поэтому он так сильно кричит. Это, естественно, состояние ребенка где-то до двух лет. Но этот человек до сих пор так живет. Бывают люди застряли даже в шестимесячном возрасте, но этот мужчина застрял где-то в двухлетнем возрасте в этом понимании себя. И вас иногда это может просто не то что расстраивать, вводить в такое состояние, что вы не понимаете, как взрослый человек может делать вид, что этого нет. Вот того, что может быть было, или был какой-то разговор, или какие-то проблемы между вами, или проблема в семье, или проблема финансовая, бытовая. Бытовые чаще всего споры. Вообще любой криминал, он бытовой же. 99% там вам любой криминолог это скажет, да. Бытовые проблемы нужно решать, их нельзя замалчивать. Мужчина бытовые проблемы замалчивает. Но понимаете, король чаш все-таки, да. В его сердце есть любовь, он любит вас по-своему. Он любит вас по-своему. Эта любовь у него, может быть, не такая, какая принята. Он любит вас какой-то своей любовью, так как он умеет любить. Так как он умеет любить. Семерка жезлов. Он чувствует камень этот неподъемный на его душе. Может быть, это действительно и здесь есть какое-то влияние. Вообще-то все люди на друга влияют. Близкие те люди, особенно, которые соприкасаются с друг другом ежедневно, очень сильно влияют. И здесь мужчина имеет на себе какое-то влияние. Вполне возможно, он не может поднять этот камень, который у него на душе. И поскольку он не может его поднять, он делает вид, что камня этого просто нет. Он думает, что он вас любит. Мы думаем, что если нет контакта, есть молчание, он думает, что это, в общем-то, так все живут. Это его такое мнение. Рысый чаш. Если вы с ним еще не живете, но встречаетесь, с ним будет скоро встреча, с ним будет свидание, он выйдет на связь, он даст о себе знать. И вы сможете что-то узнать, вы сможете добиться от него. Вы сможете добиться от него более глубокого разговора. Когда вот этот камень, да, вы сможете сдвинуть, и вы заглянете где-то вглубь, в такую темную пропасть. Я бы сказала даже, здесь не глупо, а здесь пропасть. Такая мертвая пропасть его души. Смерть. И вот видите, какой камень там темно. Это как мертвая пропасть. Это как намек на Библию. Христос сказал своему другу Лазару, выходи, когда он его поднял из мертвых. Вы сможете поднять из мертвых этого человека, его оживить. Потому что он как мертвый, как зомби зазомбированный, живет полностью. И при этом он вас любит. Вот такой парадокс, да. Живет как зомби, и при этом же он вас любит. Интересно. Итак, будет ли с ним что-то? Это тройка жезлов, да. У многих очень проиграется, что с мужчиной можно будет взаимодействовать. Он сам уже не рад, что у него такой менталитет. Он сам не рад этому, он сам не хочет по таким, каким-то странным правилам жить. Ну, потому что рыцарь Чаш и король Чаш. Ну, понимаете, такие карты, это уже очень хорошие карты. И я не понимаю, как можно иметь столько в себе негатива, чтобы считать, что рыцарь Чаш и король Чаш это плохие люди. Это предатели, альфонсы, манипуляторы. Ни в коем случае, ни в коем случае не бывает такого. Конечно, все зависит, какие карты рядом. Ну и пожалуйста, это люди просто, да, люди. Но изначально это люди, которые Чаш, король Чаш, рыцарь Чаш, умеющие любить, умеющие защитить. В них есть это зерно любви. Это же каким нужно быть человеком, чтобы думать, что это видеть даже негатив в позитиве. Понимаете, так нельзя жить. И даже в этом человеке, в котором есть столько, что я описала, у него все равно есть искра любви к вам. Может, даже не искра, а больше, чем искра. Потому что эти карты вместе с тройкой жезлов говорят, что страсть есть. Он просто уже, что ли, постарел душой очень рано, этот человек. Постарел душой и чувствует, что сам он этот камень не сдвинет. Ему нужна ваша помощь, ему нужна поддержка какая-то в этом. Мужчины часто сильны. Понимаете, компенсация происходит. Там, где сила мышц, там часто компенсация. В другом месте слабость. Они слабоумны часто. Вы поняли меня. Слабоумны в том смысле, что ум у них не гибкий. Он у них, как стальные мышцы, такой ум бывает. Вот как твердый, твердый, да? Как этот камень твердый. И поэтому есть такое чувство, что у него... Но если я не вижу проблемы, ее нет. Вот как смерть и четверка меча. Я не вижу этой проблемы, ее нет этой проблемы. Проблема есть. Он думает, что раз я люблю, все. Но любовь нужно доказывать, нужно показывать. Мужчины могут некоторые доказать. Любовь показать. Мало кто из мужчин может. Может быть, очень юный человек или мать правильно воспитала этого ребенка. Что мы такие закомплексованные из нашего прошлого, что это редко бывает. Поэтому наши мужчины, они часто... Сложные в общении. Сложные. И здесь, если есть к ним милость, вы поймете, что страсть-то есть, страсть еще живая. Значит, можно что-то оживить. Эта смерть, она не окончание. Эта трансформация в данном случае, понимаете. Что дадут вам Таро? Какой совет? Ведь Таро же призваны дать. Смотрите, Луна опять, да. И Луна уже выходила в картах Ленорман. Ну, Луна карта перемен. Луна это женская карта, это женская светлая энергетика, женский свет. У мужчины есть внутри женский свет. Он должен быть у каждого мужчины. Потому что этот свет внешний, который у женщины, лунный свет внешний, у мужчины внутренний. И может быть, и мать его не смогла воспитать правильно. Но может быть, бабушка, прабабушка влияют. Луна это тоже кармическая карта. То есть, карта влияния родовое. Это и хорошее, и плохое. То есть, как человек родился, в каком понимании себя, как потомок своего рода. У мужчины нежная душа. Потому что, короче, аж вместе с Луной у него нежная душа. Его очень легко ранить. Кстати, вот я сейчас держу карты. И то, что увидел предсказатель, то и имеет место быть. И у нас на дне колоды карта суд. Именно о карме только что речь шла. Правда, Луна. И на дне колоды карта суд. Так что я могу с уверенностью сказать, что это тяжело. Но это кармическая какая-то встреча у вас. Он играет в игру. Патаро, он, знаете, даже уже не играет в игру никакую. Может, он и играл раньше в игру. А сейчас он сдался. Он охладел умом. И душой он так думает. Если я ее люблю, что еще нужно? Нужно показывать любовь. Нужно доказывать любовь. Каждый день это делать. Он не во власти этого. Он не умеет это делать. Потому что кармически его предки и мужчины этого делать не умели. Вот такую правду я вижу здесь. Конечно, не в моей власти все буквально. Все видеть. Но вот то, что я вижу, то вам и говорю в данном случае. Такой мужчина вышел на связь. Я бы сказала, что здесь требуется какое-то магическое действие. Магическое, может, мантра, заклинание. Или называется традиционная эта молитва. И я хочу сейчас сделать такую молитву. Вы можете сказать свое имя. Потому что по моему методу именно ваше имя является самой сильной мантрой. И ваше отношение, имя вашего мужчины, можно сказать, и послушать этот колокол. И мантра будет состоять из четырех частей. Первая часть. Вы священнослужитель своего рода. Вы можете очистить свой род. А я вам помогаю, потому что я проводник, контактер с духами. Итак, первое. Отношение, имя ваше, имя человека, о котором вы думаете, очищаю. Если была ворожба, а два раза выходила карта луна, ворожба у многих была. Ворожбу отменяю. Вот первая фраза. Это отношение ваше имя, его имя очищаю. Вторая фраза. Здесь лаконичная фраза должна быть в молитвах. Ворожбу отменяю. Чужую волю назад возвращаю. Вы просто констатируете факт, что вселенная дает обратку, бумеранг к врагам. Чужую волю назад возвращаю. И счастье себе оставляю. Это четвертая фраза. Отпустите плечи, почувствуйте ваших ангелов вокруг себя. Отношения наши. Очищаю. Чужую волю отменяю. Ворожбу отменяю. Счастье себе возвращаю. Буквально колокол. Это очень хорошее очищение. И дело все в том, что вы можете эти четыре фразы в разной комбинации произносить. Но там должны быть четыре. Это что вы очищаете, вы роду помогаете, потому что вы служитель своего рода. Второе, что вы ворожбу отменяете. Чужую волю назад отправляю. И вот это так. И счастье себе возвращаю. Или любовь. Что вы скажете, то и будет. Девочки и мальчики. Мальчики тоже смотрят. Я рада вам помогать. Вот такой расклад для вас на этих картах сегодня был. На двух колодах. Это ваше сегодня. Тогда, когда вы смотрите видео. Я знаю, что у вас все будет хорошо. Очищение произошло. Кому оно нужно было. И вот детально, подробно, на мой взгляд, в какую игру этот человек с вами играет. Мы будем видеться. Ставьте лайк или дизлайк. Выражайте эмоции. Это очень полезно для вас. А еще, если не подписаны, у вас красная кнопочка подписаться. Подписывайтесь. Не пожалеете. Здесь все для вас. Со своей стороны хочу сказать, что вы для меня очень любимые друзья. Поэтому я о вас очень забочусь. И делаю для вас расклады. С вашей стороны подписаться на канал. Это просто, ну, как бы выразить свою дружбу. Это ничего, никаких денег не стоит. Но дружбу за деньги не купишь. Ютьюб это хорошо знает. Поэтому дружба это наше с вами желание вместе проводить время. Что очень приятно для вас. Досуг. Досуг. Это очень важно. Отдых важно. Поэтому провести досуг грамотно. Используя это. Это очень здорово. Будем видеться. Жду ваших комментариев. И до новых встреч.